Вы сказали, что убили его? Отсрочка приговора была короткой. Нелько дни назад мы накрыли агентство. Вы взяли его прямо в офис? Нет. Но офис теперь закрыт и уже не откроется снова. Вы нашли бумаги Артмайера? Они всё ещё ходят по рукам. Но мы узнали, что документы бесполезны, без свежей пробы костного мозга 47-го. Выходит, он и мёртвым опасен? Только до кремации, которая начнётся через 20 минут. Так как же вы его нашли? Его подвели самоуверенность и алчность. Он взялся за самую трудную, самую дорогую попытку убийства в истории. Покушение на президента? То самое, о котором вы спросили в начале нашей беседы. Хотите узнать, как было на самом деле? Мы рады, что вы взялись за это задание, мистер 47-й. Перед вами в долгу вся страна. К чёрту патриотизм сметь. Конечно. А вы ознакомились с заданием? Ещё нет. Обрисуйте мне ситуацию. Вице-президент США вступил в сговор с Марком Парчеттой. Думаю, вы знаете, кто он. Знаю его работы. Отлично. Они планируют убить президента, как только он вернётся из Лос-Анджелеса. Ещё напиток, сэр? Будьте добры. Более подробные сведения в описании. Я могу ещё что-нибудь для вас сделать? Я давно ждал шанса поработать с вами. Я сообщу, если мне понадобятся подробные сведения. И ещё. Больше никаких личных контактов. Простите, господа. У племянницы день рождения. С днём рождения, милая. Ты получила мой подарок? Это то, о чём я всегда мечтал. Личный пропуск в Белый дом. С крыши убрали сигнализацию. Да, солнышко. Всё в полном порядке. Уж прости, но у твоего дяди дела. Я позвоню тебе позже, и мы поговорим о твоей вечеринке. Ох уж эти девочки. Слушайте внимательно... Особенно мужского пола. Готовится покушение на президента США. По идее, его должны предотвратить ЦРУ, ФБР или секретная служба. Однако, мы не можем на них рассчитывать. Почему? Да потому, что за покушением стоит действующий вице-президент. Та же преступная группировка, что посадила его на эту должность... Три оружия полностью прокачаны. ...в два даже не трогали. Нет, у них есть свои люди в каждом из правительственных агентств. Убийцы, скорее всего, уже находятся на месте. В Белом доме. Если вы их не остановите, президент погибнет сразу после возвращения из Лос-Анджелеса. Ваши цели... Печально знаменитый киллер Марк Парчетце Третий и вице-президент собственной персоной. Окей. Начинаем. И тут, конечно же, есть пасхалка. Которую выполнить достаточно легко. Надеюсь, оружие не запалят. Положите вещи на конвейер и проходите. Неудобно, конечно, но все равно хорошо, что мы озаботились безопасностью. Прошу прощения, нам сюда нельзя. Вход только по пропускам. Такс. Неужто запалили? Плехом ухом. Плехом ухом. Честно, бля, где оружие-то. Блин. И это пойдет. Упс. 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 Ладно, пойдем. Вот пойдёт снова. Упс. Пойдёт. О, мои пушки. Ладно. Не хотите по-тихому, будь по-грумкому. Ладно, не оставляем свидетелей тогда уж. Ладно, убиваем оставшихся людей тут. Да, сверх-тихость, ё-моё. Великолепно, ё-моё. Подумаешь, больше половины убил. А у них это каждый день. Какой-то чумачичий бегает тут. Убивает их налево и направо. И безнаказанным остаётся. Понимаете, это каждый день у них. Вы чё? Вы не думайте. Это что-то с ключей не справил. Так, ладно, я прям только могу брать. В эту? В ящик. Так. Нормально. Беспаленность? Просто плюс. Всё ты, вылень, ё-моё. Ладно. Есть идеи вниз. А, надо чемоданчик взять, чтобы пасхалку-то показать. Там, по-моему, она срабатывает, пасхалка. Блин, только не говорите, что мне нужен этот ключ-карты. Ясно, понятно. У меня есть своя ключ-карта. Вот твою дивизию! Вот это я лоханулся. Вроде не бегут. Да, вроде не бегут. Вот тут есть камера, но это... Так. Ладно, успел охранник всё-таки того убить до того, как он... Закричал. Окей. В общем, надо, по-моему, отсюда попасть в камин. Или просто попасть в камин. Так, окей. Ну, а это помню то, что в камин надо попасть. Чемоданом. Может... Блин, я не помню. То ли этим, то ли другим. Да, пофиг, вообще. В общем, они, если каким-то чемоданом кинуть туда, они выстроятся и будут... Это... Как брелины. Ноги задирать, в общем. Так, окей. Открыть. Только для служащих. Отлично. Теперь ещё и тут я буду всех убивать. Я чувствую, что эта миссия у меня... Тихо. Не проводится. Зараза. Зараза. Блин. Больше ни откуда не могут побежать на меня. Рой нет. Так, окей. Сейчас будет весь. Ладно. Теперь парчетцы надо убить. Ну, в принципе, парчетцы... Легко убить. Тикс. Всего лишь нам нужно попасть на крышу и заложить туда мину одну. Так, а мину у нас заложить вон там. Так, тут обы... Тут мин нету. Ну, пока что она парчется, когда уже будет убегать сюда, положит мину. Так. Одну сюда. Вторую сюда. Ну, уже рану, говорит, это бесшумный убийца точно не получил, так что... Какой фиг, блин. Тем более, это по фану. Прохождение, так уж. Особо не память. Вообще, в Хитмане... Кровавые деньги. То есть, в Хитман Блутмане. Любую дверь можно тупо выстрелить. У нее, блин, она откроется. Требуется ключ карты, не требуется. Ну, по-моему, только в деревянной можно. А в другие нет. Блин, ты. Уби. Яхи. Значит, ты и есть знаменитый Марк Порчетца Третий. Не стоит меня убивать, 47-й. Я такой же, как ты. Наше сходство не имеет значения. Мы практически братья. Ты же не выстрелишь. Я делаю то, за что мне платят. А он мне на сзади стоит. Что самое интересное, в любом случае, мы не успеем за ним. И в любом случае, мы будем на крыше драться. А он, он бежит. Достаточно быстро, как я говорю. Все, теперь двери будут закрываться. А если бы была почивка пробежать через все двери за Марк Порчетц Третий. Причем, чтобы двери оставались открытыми. То, ачивка была бы выполнена раз в 50. Вот и все. Спокойно успеем. Детонатор. Ну да, кстати, вот и неберемины появились. Мои еще мины. Четыре мины теперь у нас. Так, ну миссия выполнена. Осталось только добежать до выхода. До выхода. Причем, далековато бежать. Достаточно. Все, убегаем нафиг. Самое интересное, у них техника все еще работает. Хотя, я должен ее был закоротить раз в 50. Бежим! Бежим! Винтовку подобрали, бежим. Тадаем фигню! Блин! Я доволен. Все. Миссия выполнена. Террорист. Осталось написать еще террорист. Алла-л Jane. Террорист. Продолжение следует...